Видите, что засасывает на жизнь, засасывает за собой. Но когда человек в это настроение попал, а мне бы только рядом быть, понимаете, я хочу тебе служить, быть облаком защитным от беды, что-то сделать для тебя. Просто капелькой воды быть для тебя, тебе стаканчик воды принести. Понимаете, ну что-то я хочу для тебя сделать, ты возвышенный святой человек. Пускай ты там на иконе где-то, может быть, ты уже не живешь на этой земле. И у меня даже нет представления о том, что ты все равно живой. Мне кажется, что это самообман, что я молюсь твоему изображению. Думаю, что это просто сказки, сконтактировать с тобой реально. Понимаете, несмотря на это, когда человек начинает этот путь, и когда у него в сердце появляется вот это жжение, огонь любви к такой чистой, возвышенной личности, до свидания, проблемы судьбы в этот момент, до свидания. Пытайтесь это понять, другого способа нет. Нет другого способа сделать так, чтобы проблемы судьбы были до свидания. Почему? Потому что жжение судьбы означает поражение в жизни. А жжение по отношению к чистой, возвышенной личности всегда победы. И это общий принцип, который всегда и везде работает. Этот принцип своими силами непреодолим. Поэтому люди приходят в храмы для того, чтобы вдохновиться личностями. Но чаще всего мы приходим в храмы, и вместо того, чтобы вдохновиться теми, кто идет к Богу, мы вдохновляемся тем, что получится в результате этого вдохновения. Где-то внутри в сердце мы желаем все-таки осуществления своих целей. И у Бога есть два варианта. Или Он нам дает возможность насладиться своим счастьем, и мы верим в Него в результате. Или Он дает нам насладиться своим счастьем, и мы забываем про Него в результате. Вот те люди, которые склонны все-таки поверить, Бог им чуть-чуть личного счастья дает, как приманку. И потом Он дает им знания духовные, как дальше жить. Потому что нет никаких проблем в том, чтобы дать нам счастье. В этом нет проблем. Проблема заключается в том, что неудачливость у человека в жизни крайне сильна. Степень неудачливости настолько сильная, что хотя бы чуть-чуть счастья человек забывает про молитву. Вот я все время вспоминаю эту ситуацию классическую, которая меня поразила. Я приехал в Киев, тяжелейшая ситуация в жизни, люди в состоянии войны находятся. Удорученность конкретно, очень тяжело. Я смотрю на них, не знаю, о каких семейных проблемах говорить, когда идет война. И начал говорить сразу об этом, то есть о молитве, о отношениях со святостью. И мы начали вот эти настрои, разбирать, как молиться глубоко, пытаться понять эти все вещи. Люди очень искренне спрашивали, потому что ситуация-то у них конкретная, не то, что у нас. Понимаете, у них люди гибнут, семьи разрушаются, экономика разрушается, все в стране разрушается. Страшная ситуация, ну, ситуация страшнейшая. И люди как бы, они искренне спрашивают, что делать. Интересно, как бы, отметить, что я же не украинец. И они все равно спрашивают. То есть у простых людей нет антагонизма, образует какой-то. Ну, полный зал, тысячу человек пришло на лицо. Больше, чем у вас здесь. И я им все рассказал, все, что знаю. Мы попрактиковали. Я приехал через месяц. Некоторые люди искренне все это выполняли. И представляете, на фоне войны, на фоне этой ситуации их жизнь начала меняться. То есть отступила беда от их сердца. Им стало легче жить. И половина из них потом не признались во время лекции, что они перестали молиться в этот момент. На фоне беды, на фоне тяжелейшей ситуации в стране, человек перестает молиться только потому, что ему чуть-чуть стало легче. И знаете, я сделал потрясающий вывод в этот момент для себя самого. Удивительный вывод. Какой? А? Нет, немножко по кругу, но примерно такой же. Я просто, мне вот торкнуло в сердце, знаете что? А мы и не хотим быть счастливыми. Вот человек реально уже знает путь, он уже знает, что дальше надо делать. Но счастье расслабляет настолько, что до свидания, молитву, понимаете? Мы просто не хотим. Надо чуть-чуть, надо капельку счастья, чтобы нас расслабило. И нам в жизни больше ничего не надо. У нас нет сильно большого желания, понимаете, побеждать судьбу, быть по-настоящему победителем. У нас просто нет этого, у нас лень пересиливает сердце. Просто чуть-чуть легче стало и все. Вот это меня очень поразило. То, что не то, что это вот в этих людях так. А я понял, что это так же и у меня внутри сидит то же самое, понимаете? Вот то же самое. Я начал анализировать свою жизнь, в чем милость Бога, почему я всем этим занимаюсь, как милость Бога на меня провелась. Начал серьезно думать о своей судьбе. И я увидел, вспомнил свое детство. Мне мама говорит, Олег, ты говоришь, когда говоришь на лекциях про то, что было, когда ты был маленький, мне так стыдно. Ты уж поменьше об этом говоришь. Ей все рассказывают, потом знакомые. А я об этом не говорю не для того, чтобы маму свою как бы опорочить там или унизить. А я это об этом говорю, что это была особая милость на самом деле. Что я все детство страдал от того, что родители ругались. Отец бил мать, пьянка постоянно. И страшная ситуация, как в аду живу. Понимаете, уже начиная где-то с 9 лет, когда я начал себя чуть-чуть осознавать, у меня не было никакой идеи заниматься чем-то другим, кроме самосовершенствования. То есть я начал пытаться искать, как работать над собой, что делать, чтобы развиваться, что делать, чтобы победить ситуацию в своей жизни внутри себя. Начал закаливаться, голодать. Это все интуитивно, спонтанно происходило. Из особого понимания, зачем это надо. И так всю жизнь. То есть это дало, вот это такое детство дало очень сильный импульс. Вот к тому, чтобы побеждать судьбу, работать над собой. И это и есть милость Бога. Понимаете, я только сейчас до конца понимаю, что если бы жизнь складывалась по-другому, ничего не было тогда такого. Вы пытайтесь это понять. Что мы не знаем, чего хочет от нас Господь. Мы думаем о том, я тогда тоже не знал, я тогда так спротал. Мне было невыносимо, я так, я не понимал, почему у меня такая жизнь, у всех нормальная жизнь, а у меня вот такая несчастная. И мне так больно было. Но, наверное, я сильно просил до этого когда-то, чтобы вот так было, чтобы я Бога не забывал. Сильно хотел этого любой ценой. А цена вот такая, понимаете? Цена вот такая у нас. И если анализировать жизнь каждого человека, то этот анализ, он выведет на наружу одну такую штуку тяжелую для понимания, но настоящую, реальную, что каждый из вас имеет то, что в жизни он имеет, только по одной причине, что по-другому до нас не дойдет. Вот вы пытаетесь это понять, что каждый имеет вот свои страдания только потому, что именно этот трамплин даст развитие. Никакой другой. Почему человек не получает именно то, чего хочет, потому что так устроен этот мир? Вот девушка, допустим, все детство мечтала о замужестве, допустим, да? Она получит мужа или нет? Конечно нет. Потому что этот трамплин, который дает возможность ей развиться как женщине, ну а если она получит, как она будет развиваться? Она расслабится, да и все. Ну кто вообще в этом мире способен на фоне полного счастья развиваться? Только святые люди, понимаете? Остальные все, наоборот, расслабляются. Поэтому и так устроена наша жизнь, что мы страдаем. Но проблема заключается в том, что мы скупые по природе. Эта скупость выражается в том, что мы страдая не хотим развиваться, мы все время думаем только о том, когда страдания закончатся. Мы не думаем о том, зачем они нам даны, мы думаем только о том, когда они прекратятся. Это означает лунг и скупость. Понимаете? Никакого толку в этих мыслях вообще нет. Никакого толку нет вообще. Единственное, из этой скупости кто нас может вырвать, это личность, которая нас вдохновит вот этим солнцем. Понимаете? Веда Бог сравнивается с солнцем. Не потому, что он солнце. Потому что он как солнце. Он лучше солнца. Он самое лучшее солнце. Он сияет любовью. Он дает свет знания человеку. Он дает свет вечности в наше сердце. То есть он дает все, чтобы мы были счастливы. Он сияет как солнце. И поэтому аллегорически для детей вот такие песни полетят. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Дима, друг, всегда иди дорогой добра. Понимаете? Что значит дорога добра? Это значит, что человек выбирает святость, как то, что дает возможность ему победить судьбу. Как научиться любить. Мы когда вчера желали счастья, одна девушка такая красивая, симпатичная, достойно выглядящая, которую почему-то бросил молодой человек, несмотря на ее все достоинства. И она его бросила. Тоже не помню. Но я помню одну вещь. Она сказала, неужели я никого не люблю? Вы считаете? Я не ответил тогда ей на этот вопрос, потому что ответ был слишком суровым. И ответ вообще не касается ее, как человека. Ответ заключается в том, что только на уровне высочайшей святости человек может осознать эту большую истину, которая в сердце приходит к нему страшной силой, разрушающей его самовнение. И поэтому святые люди все очень много раскаиваются и говорят о своих грехах. Знаете, что это за истина? А мы все никого не любим. Вот в этом заключается истина. Кроме себя. Даже когда женщина любит своего ребенка, она любит его, потому что это ее ребенок. Она любит, потому что он ее наслаждает. Но если бы она любила ребенка по-настоящему, она бы любила всех детей. И насколько в женщине настоящая любовь к ребенку, настолько у нее любовь ко всем детям. Понимаете? Не факт, что мы совсем прям не любим, но наша любовь к себе всегда сильнее, чем любовь к другим. Это естественное состояние человека, и оно называется невежеством. Мы рождены в отмене невежества. Так говорят священные писания. Надо понять такую вещь, что мы любим друг друга. Да, у нас есть дети, муж. Но мы любим в них что? В них что? То, что нас наслаждает? Есть в мужчине что-то, что наслаждает. Это ли настоящая любовь? Жить только с тем, что меня наслаждает. Это настоящая любовь? Она такая любовь, легко может быть проверена. Потому что в каждой семье наступает время, когда люди не могут уже наслаждаться присутствием близкого человека. Сердце остывает по отношению к ним. Поднимите руку, у кого сейчас холод сердце по отношению к близкому человеку. Вот. Видите? Есть такое. Бывает. Это навсегда? Да. Если он изначально такой был. От него зависит? Нет, не от него зависит абсолютно. Вы ошибаетесь. Вы попали на удочку судьбы. Вот смотрите, когда карма действует. Видите, я говорю об этом каждый раз. И каждый раз вы попадаете в западню всегда. И всегда будете попадать. Потому что каждый раз надо об этом мной говорить. Западня заключается в том, что судьба так действует, что наступает холод. А так как она разрушает разум, потому что боль же холодно, когда холод сердце это боль. Я не имею счастья в жизни. Как можно так жить? То сразу же эта боль переносит сознание на длину кого? Того, кто находится рядом. Первая ситуация, это безнадёба называется. Если человек в этой ситуации остаётся, он значит разрушает свою семью. Холод сердца возник. Сколько он будет? Столько, сколько положено по судьбе. Вот в жёлтом, если говорить о вас, женщине, то всего два месяца. Через два месяца сердце потеплеет, уже станет легче. И он уже теперь станет быть виноват, понимаете? Вот в чём это прикол заключается. Вы найдёте причину, почему он уже не виноват. Но если вы постараетесь, начнёте молиться, то уже завтра у вас пропадёт холод. Если вы поменяете ориентацию жизни, то есть если вы направлены жизни не в сторону своего счастья, направите жизнь. Если вы сможете, а это непросто. Для этого надо привязаться к святому человеку, то есть надо слушать его голос, быть тёплым, защитным от беды. То есть надо жить его жизнью, не своей. Надо слушать его голос, надо плавиться ему. Я хочу жить твоими наставлениями, мне надоело думать за мной, как мне жить. Я хочу жить так, как ты говоришь. Понимаете? Когда человек думает о святом человеке, плавиться ему, то в это время судьба перестаёт действовать. Она перестаёт этот холод продуцировать каждую секунду. И в вашем сердце, в близком человеку, неожиданно для вас появляется тепло. Вот это мир. Вот даже сейчас вы слушаете меня об этом, и у вас сердце теплее в отношениях. Да? Так? Да. Девает его. Вот поймите такую вещь, что это всё просто механика. А мы на этот крючок поддаёмся и реально думаем, что это так. Вот у человека возник холод близкому человеку. Первое, что в сердце возникает, это его вина. Он всё время... И находится причина, понимаете? Находится причина, почему так произошло. Всегда находится. Потому что память всегда привязывается к тому, что оправдывает нашу боль. Вот у меня холод к нему, потому что он вот так поступил ко мне. Всё. И второе, что появляется в сердце, это теперь навсегда. Как этот холод поменяется? Он не поменяется. Вот если он поменяется ко мне, тогда и холода не будет. А он не виноват, понимаете? Он какой был, такой и есть. И причём он, какой он есть, на сколько процентов мы понимаем близкого человека? Знаете, насколько? Насколько он совпадает с моей судьбой? Вот как мне по судьбе положено, то я и понимаю в нём. Знаете, психологи изучили такой феномен, что каждый человек, когда он женится заново, то он совершенно по-другому себя ведёт в близких отношениях. Есть какое-то сходство, но очень много отличий. Человек меняется в отношениях, он становится другим в отношениях совершенно. Потому что он имеет дело с другим человеком и включаются другие варианты его судьбы. Понимаете? В нас действует та судьба, которая действует в отношениях. Но часть человека не задействована в этом во всём. Мы не знаем человека полностью, потому что не включается вся его природа в отношениях с нами. Но если человек занимается духовной практикой, он расцветает, как цветок, всё начинает включаться. Потому что это уже не действует судьба, это действует отношение со святостью. А когда солнце светит, всё освещается в человеке, понимаете? Не только какие-то уголки нашей судьбы, то, что положено. Мы не знаем близкого человека, мы говорим, он как бы вот такой вот. Мы узко описываем спектры его качества. Вы думаете, я сочиняю? Давайте сейчас я вам быстренько это вскрою. Кто сейчас бросает своего близкого человека? Поднимите руку, честно. Не бойтесь. Давайте. Вот девушка интеллигентная, хорошая такая. На третий в ряду в микрогольчике. Сейчас с ней поговорим. Мне придётся пытаться применить какие-то свои внутренние чувства по отношению к человеку. Не осуждайте меня за это, иначе мы не сможем встретить ситуацию. Она может согласиться, может нет. Она разумный человек, интеллигентный, разумный. За что бросаете? Я не могу точно сказать. Ну, скажите, как есть, что мы все свои здесь. Давай. Получается, я бросила мужа. През полгода я вернулась. Мы прожили ещё два года. И опять побросила. Ну, нормально. За что? За что? Да. Ну, за что бросает же человек другого? Ну, если второй раз, то за измену. Правильно. Вот какой он человек? Ложный. Я хорошо к нему отношусь. Я знаю. Я сейчас хочу вернуться опять. Классно. Я не знаю. Но мы сейчас не об этом говорим. Вы говорите о поведении сейчас. Вернуться, не вернуться. Вы просто не понимаете. Большинство людей вообще не понимает, как жить вместе. Вообще не понимают. Вот вы сейчас говорите о том, чего не знаете. И у вас совесть кипит там внутри. Не из-за того, что вы ушли или вернулись. А из-за того, что вы не знаете, как жить. Вы не знаете, что человек имеет право вот в любой момент уйти от близкого человека. Вот в любой момент уйти может иметь право. Потому что дистанция в отношении выбирается судьбой, а не нами. Бывает такая судьба, что люди вместе просто не могут находиться. Они сгорят просто. И люди, так как этого не понимают, они остаются, пока они сгорят. А потом очухиваются несколько лет. И думают, что они уже бросили друг друга. Понимаете, люди могут жить отдельно. При этом, ну как бы понимая, что они муж и жена. Но понимаете, проблема в том, что люди до последнего мучают друг друга. А потом расходятся и говорят, все, я бросила. Да ничего мы не бросили. Потому что человек не может бросить никого. Нас же соединяет Господь вместе нитью незримой. Почему возвращает назад, если вы бросили? Мы только думаем. Тянет. А кто тянет? Человек тянет? Нет. Нет, Бог вас тянет к нему. Потому что Он хочет, чтобы вы были вместе. Вы не знаете об этом, что Он вас и соединил. Кто из вас нашелся и близкого человека? Поднимите руку. Да. Вы ошибаетесь. Попробуйте найти вот эти 10 рублей сейчас в Питере. И найдете. А близкого человека нашли. Пришло время, Бог дал близкого человека. Он вас соединил. Ведь чтобы найти близкого человека, нужно почувствовать вот это притяжение. Понимаете? Вот это вот сердце, почувствовать вот это тепло. Любовь негаданно наглядывает, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет. Так удивительно хорош. Это же не я все создал, правильно? Какая-то сила создала вот эту красоту вечера. И ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. И почему такое счастье такое возникает? Потому что Бог притягивает людей с помощью этой силы любви друг к другу. Он создает, открывает замочки сердца. Понимаете? Мы поем о сердце, думаем, что я сам эту любовь включил. Но почему-то любовь-то негаданно наглядет. Когда ее совсем не ждешь, ты же не ждал. Он тут раз включилась почему-то. Мы не можем сами никого найти. Мы когда мы хотим, не получается. Когда забыли, все получается в жизни. Это негаданно притягивает. Бог находит человека и не для того, чтобы мы его бросили потом, когда что-то не получается. Для того, чтобы мы всю жизнь жили вместе. Он для этого делал. У него такие планы. Потому что там же дети должны рождаться по идее. Идея же такая вообще-то создать силы. У нас правда другая идея возникает потом. Мы препятствуем этому всеми силами. Дети мешают же наслаждаться. Они оттягивают на себя силы. Много приспособлений сейчас предназначено для того, чтобы дети не рождались. Потом женщина приходит со слезами, такие несчастные. Олег, Иланович, у меня бесплодие. Но ты же сама этого хотела. У женщин только по одной причине бывает бесплодие. Что она в какой-то момент поставила блок между возможностью зачатия ребенка в своем сердце. Она сказала, нет, я не хочу. Я хочу наслаждаться сексом без детей. Этот блок она поставила, а назад убрать не смогла. Понимаете? Потому что мы ставим условия сначала одни Богу, потом другие. С двое детей. Я не про вас, естественно, не умер, а ушел из жизни. Он сейчас на высшей планете является вашим ангел-отхранителем. Вы не ушли никуда от мужа, вы просто дистанцию другую выбрали. Вам невыносимо сейчас вместе находиться и все. Я не об этом, вопрос мне вообще не об этом. Вот какой он человек? Ну, в смысле какой человек? Ну, в смысле какой человек? Ну, в смысле какой человек. Понятно. А в чем это заключается? Что это значит, хороший? Как его зовут? Ну, давайте, описывайте его качество души. Качество души. Душа не имеет недостатков. Она имеет только хорошее качество. Одни из них раскрываются лучше, другие хуже. Ну, давайте, описывайте его качество души. Качество души, доброта, это качество души. Да, близко. Ну, даже немножко не так это качество называется у него. Есть доброта, но есть другое качество, к которому мы привыклись, более серьезное. Она называется чуткость, это качество. У него правильная чуткость в сердце. Он может очень глубоко воспринимать человека. Так или нет? Да. Да. Дальше описывайте. Все. Я не знаю. Ну, как не знаю. Вы же с ним жили столько лет. Ребенок родился вместе. Сложно. Он очень сложный человек. Периодически. Нет, у него сложная судьба. Мы же про душу сейчас говорим. Ну, он честный, заботливый. Он искренний. Не честный, а искренний. Вы сейчас немножко обманули. Он же обманывает иногда. Почему он за честность? Ну, он искренний. Он искренний обманывает. Глазами глупые, искренний обманывает. Да? Да. Сам не понимает, зачем ему это надо. Вот. Искренний, да. Чуткий человек. Глубокий. Глубокий. Да? Иногда задумывается. Так, да? Глубокий человек. Почему я так говорю? Я, наверное, чувствую его, да, сейчас, этого человека? Или нет? Да. Да. Вас тоже и чувствую. А вы честный вот человек. У вас честность есть. Такое качество раскрыто в вашей душе. Вы не знаете его душ. Если бы вы знали, вы бы не расстались. Когда действует карма или судьба, она затмевает, ну, чистоту человека закрывает. Эта чистота, она открывается в полной степени только при встрече. Вы когда встречаетесь с человеком, то в этот момент Бог вам открывает всю чистоту. Вы сейчас можете вспомнить первую встречу вашу? И вы помните этого человека, как он себя выглядел? Вот как он выглядел? Вот так, как я сейчас описываю, да? Он таким был тогда? Или нет? Нет, он был веселым. Пьяным. А вы встретились... Ага, понятно. Ну, потом, когда он трезвел, то вы почувствовали в нем качество души или нет? Ну, потом уже да. Ну, первым взглядом мне не очень понравилось. Не очень понравилось. Ну, чего же вы с ним связались-то? От одиночества? Я полюбилась со второго взгляда. Со второй попытки? Да. Нормально. Так женщина обычно и влюбляется. Со второго, с третьего. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Но если вы будете помнить о его качестве от души, вы никогда не расстанетесь. Потому что эта память, она самая чистая и светлая человеке скроет, а все самое плохое забудется сразу. Но вы не сможете сейчас помнить о его качестве от души, как бы вы ни старались. И причина заключается в том, что ваша судьба повернулась в другую сторону. Вы хотите счастья больше, чем он может вам сейчас дать. И поэтому вы от него ушли. А счастье человек должен хотеть не от человека, а от Бога. А человек просто для того, чтобы мы ему служили. Но это трудно объяснить и понять. Это надо просто испытать в своей жизни. И тогда наступает счастье настоящее. Понимаете? Вот сейчас вы не можете быть вместе, потому что так действует судьба. Но уже можете быть вместе больше, чем вы могли 20 дней назад, допустим. Понимаете? А еще через неделю вы уже будете рядышком сидеть. Потому что так действует судьба. И не думайте, что это результат вашего поведения. Это результат вашей судьбы. Но если бы вы были выше судьбы и думали о Боге, постоянно служили Ему, тогда вы бы уже сейчас сидели рядом. И он бы сидел вот здесь рядом, на пустом кресле, рядом с вами. Понимаете, нет? Я не могу понять причину. Я, наверное, как-то сильно женский жестоко себя веду, что он потом начинает себя жестоко вести. Мужский, да? Ну здорово, что вы это поняли. Вы говорите, я не могу понять... Не могу понять, в чем, да. В чем? А никогда человек свою жестокость не может понять. Как его понять? Вот представьте, вы свою жестокость поняли. Как бы тогда вы жили? Как бы судьба ваша действовала? Если человек получает знания, то он уже перестает делать неправильно. В чем женская жестокость заключается? В эмоциях. Женщина бьет мужчину эмоциями. Она, для нее эти эмоции, это нормальная вещь. То есть, если она другой женщине, так же эмоционально скажет. Олег Геннадьевич на самом деле не понимает, какой он человек. Я ему не все сказала. Подружке, допустим, вы говорите. Он на самом деле меня предал. Так бы вы сказать подружке? Нет, я так не считаю. А как? Не знаю, я уже хорошо к нему отношусь. Я не считаю, что он виноват. Но у нас не получается жить. Не получается. Вот смотрите, на какой стадии она находится сейчас. На второй. Смотрите, она поняла ход времени. Она говорит, не получается у нас жить. Потому что так действует время. Видите, что происходит. Человек на лекции походил, помолился. У него реальное озарение пришло в голову. Не получается. В этом вся проблема на самом деле. А потом дальше. Третья стадия победы. Почему не получается? А потому что я не привязан к святости. Я не молюсь достаточно, чтобы получалось. Я не могу преодолеть, победить свою судьбу. Я не могу простить, принять человека, воспитывать его. Я его не принимаю со всеми его трудностями и недостатками. Это значит, что я свою судьбу через него не принимаю. Потому что Бог действует только через людей в этом мире. Он всего лишь является этот человек воплощением вашей судьбы. И все. Вы свою судьбу перевалить в нем не можете. А если вы начинаете включать вот эту молитву, начинаете «Я желаю всем счастья» или молиться вместе со святым человеком, то что происходит дальше? Я так вот делала. Было все нормально. Как только все стало. А теперь стало тяжелее. Потому что так действует судьба. Экзамен больше стал тяжелее. Я перестала молиться, да. И опять все. Вернулась. Да. Ну, теперь знаешь, что надо начать делать? Снова молиться. Начни сначала. Пусть не везет под час. Да? Не верь отчаянию. Любись, как в первый раз. Спасибо вам. Вы реально мое сердце обрадовали очень сильно тем, что вы действуете в этом направлении. И несмотря на трудности судьбы, вы неожиданно отвечали на все мои вопросы. Обычно, когда человек бросает, он говорит, да у Олег Геннадьевич исключение. Вот вы говорите, что сам человек виноват. А у меня другой случай. С таким человеком невозможно быть виноватым. Вы даже не представляете, с кем я жила. Ну, так обычно отвечают. Объем работы описываю. Вам спасибо.